Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас новиночка от Valkyra, Valkyra Furious 320. Как вы поняли из названия, она уже больше Valkyra Runner 250. Значит, давайте сейчас откроем, сейчас я вам расскажу. Давайте я сразу скажу цену, наверное. И там есть три комплектации. Есть BNF-версия. BNF-версия идет без аппаратуры и без GPS. Стоит она 542 доллара. Далее прикол. Версия с аппаратурой DV7 и с GPS стоит 547 долларов. На 5 баксов дороже вы получаете уже аппаратуру и GPS, друзья мои. Моя версия комплектуется DV10 и стоит 650 долларов. Вот так это все упаковано, в общем-то все классно, но мы уже настолько избалованы, что мы хотим видеть кейс, рюкзак, как на Runner 250, который был GPS-ом. User Manual. Так, здесь мануал тоже Quick Start Guide. То есть, как это все дело запускать. И давайте доставать, смотреть. Так, здесь я сейчас вам отвечу, что за провода у нас. Аккумулятор. Питается квадрик четырехбаночным 2600 мАч аккумулятором. То есть, не 3S здесь, здесь 4S. Размерчик, сами понимаете. Зарядное устройство. Приличное, приличное. Так уже выглядит уже так массивно. Так, это просто что-то здесь приклеено. Это от аппаратуры. Ах, давайте я вам покажу. Вы видели, да? Не поленились даже вырезать вот так вот. Так, иди-ка сюда, Валкирка. О! Обалденный дизайн. Просто обалденный. И Devo 10 наша. Я специально купил с Devo 10, чтобы иметь меньше проблем с потерей связи. Вот. Все-таки 7-очка очень бюджетная аппаратура. А 10-очка уже идет. Я считаю, более продвинутая. Все-таки ценник у нее совершенно другой. Ну ладно, мы потом намотаем с антенны. Так, и вот здесь вот что-то еще. Что здесь может быть? А, видите, разные запчасти и прочее. Давайте вынем, посмотрим. Все, там больше ничего нету. Класс. Супер. Супер-супер обалденно. Класс. Сюда скинем. Значит, смотрите, друзья мои. 320-я Валкира. Назовем ее так. Вам сказать сразу преимущество перед обычными квадриками или оставить это на потом? Давайте посмотрим вообще комплектацию сначала. Вот так вот я сделаю. Так, винты здесь 4 уже есть. И еще запасные 4 штуки. То есть, 2 по-часовой, 2 против-часовой. Кабель 3.5 на 3.5. USB кабель для подключения Валкира. Вы можете подключить ее. Здесь есть специальный слот. Вроде как CC3D там контроллер стоит, поэтому вы можете настроить его под себя как хотите. И еще один кабель USB. Так, здесь у нас ключики всякие. И грибочек. Антенка наша. Почему грибочек? Потому что вот он выглядит как белый гриб. Вот смотрите. Похож на гриб? Прямо один в один белый гриб. Так, давайте накрутим сюда на наш видеопередатчик. Здесь нам понадобится ключик. То есть, вот так это будет стоять. Так, в коробке больше ничего нету. Здесь мы поняли. Далее идем. Зарядное устройство. Конечно же, оно сделано, вы скажете, по 4-х баночный аккумулятор. Ну, в принципе, это так и есть. 60 Вт, 3,3 А выдает. Да, да, да. Но мы можем заряжать как 3-х баночный, так и 4-х баночный аккумулятор. Хотя вот здесь под балансировочный разъем всего лишь 4-х С. Но Валкира нам кладет, кладет сюда, все закрыто, специальный переходничок. Вот такой вот. Вот так он выглядит. Сейчас мы достанем его все-таки. Я вам покажу, как он выглядит. Вот. То есть, мы вставляем сюда, как 4-х баночный. Но на выходе мы получаем по 3С аккумулятор. То есть, если у вас есть 3-х баночный аккумулятор и 4-х баночный, вы можете все это зарядным устройством данным зарядить. Прилично выглядит, очень достойно. Ну, мне понравилось. То есть, но все-таки, я думаю, всякие Максы будут побольше, получше. Там всякие настроечки и все прочее. Но в комплекте получить такую же зарядку уже довольно-таки приятно. Итак, сам Фьюриус наш, 320. Значит, как вы поняли, летает он от 4-х баночного аккумулятора. Отсек под аккумулятор расположен вот здесь, снизу. То есть, вот так вот открываем. Вставляем туда аккумулятор. И закрываем. Вот. Чтобы нам включить питание, разъемчик вот здесь вот уже расположен. То есть, не торчат никакие провода. Разъем четко находится в нашем квадрике. То есть, просто вставляем и получаем контакт, скажем так. Закрывается. Интересный модульный дизайн. Как видите, здесь регуляторы спрятаны вот в таких вот защитных, скажем так, декоративных штуках. То есть, все очень классно смотрится. Видите, здесь нарисован некий тигр какой-то. Тигр-лев. Не знаю. И просто выглядит великолепно. Сверху мы видим, как расположена у нас здесь камера. Расположен GPS-модуль, ОСД, полетный контроллер, приемник и видеопередатчик. То есть, все сверху на одной плате у нас сделано. И прикольно смотрится. Спереди есть подсветка белая. Сейчас мы позже включим. Сзади красная подсветка. То есть, для полетов, чтобы вас кто-то другой видел. И индикация тоже сзади. Мы можем посмотреть, как мы там калибруем, не калибруем. Антенки вот так вот устанавливаются. Нашей аппаратуры. Видеоприемника. Нашего приемника обыкновенного. Ставится. И вот так вот убираются. Очень интересно и легко транспортировать. И давайте я вам скажу самую главную фишку данного квадрика. Я сниму винты, потому что мы сейчас, наверное, ее подключим. Полетаем мы в следующий раз. Полноценно оценим. И чтобы тут это... Чтобы безопасно было, что ли. Так сказать. Раз, два, три, четыре. Восемь аккумуляторов. Восемь аккумуляторов. То есть, здесь нам надо поставить сюда трехбаночный аккумулятор. Вот. Значит, за 650 долларов мы получаем Valkyru Furious 320, которая оснащается камерой. Которая оснащается GPS-ом. То есть, квадрик может зависать на месте. Может возвращаться. Изменяемый угол наклона моторов-лопастей. Ну, не лопастей, да, моторов. Будет правильно сказать, моторов. Скорость до 120 км в час нам обещают. Четырехбаночный аккумулятор. То есть, летает он на 4S. Соответственно, мы получаем больше мощности, чем от трехбаночных. Супер дизайн. Реально обалденный дизайн. Мне очень нравится. И, наверное, все. Ну и, соответственно, видеопередатчик здесь все есть. То есть, полноценный, полностью готовый квадрик к полетам. Ничего не нужно собирать. Необходимо только откалибровать его в поле. Все. Ох, вот за что не люблю вот такие вот всякие аппаратуры. Нет встроенных аккумуляторов. И приходится вот такие вот банки собирать. Знаете, как мне не нравится. Поэтому я паяю сюда переходничок. И ставлю обычную трехбаночную лепошку. Маленькую. Так. Аппаратурка есть. Контактик есть. Нет, контактика нет. Еще висит, висит, висит. Тын, тын, тын. Все понял. В центре. А, вот так тебе надо. Аппаратура, соответственно, уже настроена. И настроена интересная фишка. Сразу скажу давайте про фишку. То есть, как бы объяснить-то, блин. Ну, если вы смотрели мой обзор про 250-й Валкиру, где я настраивал газ на 6% и водил, чтобы когда при отпускании газа в ноль, движки не вырубались. Вот. Здесь Валкира уже настроила это. Изначально, вот сейчас она стоит, у нас 0% газ вот здесь вот. Да, соответственно, мы начинаем взлетать. Взлетели, все круто, отлично. Но если мы пустим вниз стик, то квадрик упадет. Но, если вы взлетаете, поднялись в воздух, да и даже хоть на земле. Валкира запрограммировала на правый вот этот верхний тумблер. Мы нажимаем до самого конца его. Вот так вот, в ноль. 5% газа. То есть, уже изначально здесь все настроено, как вам нужно. Взлетели, допустим, дернули тумблер до конца. И при отпускании газа Валкира не вырубит движки. То есть, будут на минимуме. То есть, вы не упадете, они не отрубятся. Потому что, когда они отрубаются, начинает квадрик переворачиваться и уже не выводится в горизонтальном положении. Но, так как движки не вырубятся, соответственно, квадрик и не упадет. Это они молодцы. То есть, здесь они уже предусмотрели вот этот вот, тот косяк, который был. Который нам приходилось настраивать. Давайте вставляем аккумулятор. Значит, смотрим, насколько это просто сделать. Пока не знаю, просто это или нет. Так, так, вот сюда, наверное, вниз. Там еще стяжка, соответственно, присутствует для плотного. И подключаем. Сейчас смотрим, удобно, неудобно. Вот здесь чуть-чуть перевернут разъем. Все просто. Оказалось, все просто. Так, 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 что-то он пропищал. Обязательно антенку устанавливайте на видеопередатчик, когда вы подключаете Валкиру. Потому что, если антенки на видеопередатчике не будет и он будет включен, тогда может накрыться просто. Сейчас я чуть-чуть подтяну его. Не хватит. Итак, как я и говорил, спереди подсветочка есть. Также есть подсветка на камере. Интересно, да? Прикольно. Еще какая-то кнопка присутствует. Так, и я самую главную фишку не сказал. Эта камера умеет записывать видео, друзья мои. До 32 гигабайт можно ставить карту памяти. Вставляется вот здесь вот снизу. То есть мы получаем курсовую камеру. И возможность записи уже сразу на эту камеру. То есть это реальный плюс. Ну, можно поставить сюда сверху. Здесь очень большая площадка. Винты находятся снизу. Сверху большая площадка. Мы можем поставить любую камеру сюда, какую захотим. Но обычно это какие-то маленькие, типа Mobius или Runcam. Можно и GoPro, конечно, но аэродинамика будет уже не та. Значит, спереди белая подсветка. Сзади у нас красная подсветка. На лучах подсветки нету. То есть никак на супермощных гоночных 250 квадриках. И включаем. Так. Разводим стики. Или не разводим стики. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Нет-нет, все правильно. Разводим стики. Либо мы не сконнектились. Давайте вот так вот сделаем. Все, вот. Коннект вот так только прошел. Значит, про тумблер. Я включаю сейчас тумблер. Чуть-чуть даю газа. А, не сконнектирую еще. Вот. Включаю тумблер. Движки работают на 5% газа. Вот. И теперь мы можем лететь. Выключая тумблер, движки, соответственно, у нас останавливаются. И вот она, основная фишка. Сфокусировались мы там, да, на квадрике. Летим вперед, наклоняются вперед. Летим назад, наклоняются назад. Вы слышите работу сервоприводов. Их там у нас... Я думаю, там одна серва установлена. И просто стоит длинная качалка от самого начала к задним двум лучам. Великолепно. Ну-ка, полетели, полетели. Давай сейчас. Летим, летим. Так, хоп. Супер система. Супер. Отлично. В общем-то, друзья мои, нравится квадрик, ставьте лайк, ждите видео. Сам хочу быстрее на нем выйти в поле. Нужно поймать хорошую летную погоду. Если она будет еще солнечная, то вообще будет супер. И надо как-то вам показать изображение с него будет. Потому что я в основном летаю по очкам, поэтому нужно подумать. Надо мониторчик. Мониторчик, чтобы вам было видно изображение, видно было ОСД, где все у нас показано, что и как. В общем-то, мне очень нравится. Стоит недешево. Но за эти деньги мы получаем готовый квадрик полностью. С камерой, с записью, с GPS, с видеопередатчиком и с интересной системой наклонов моторов. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на второй канал. Подписывайтесь на третий канал. Заходите на сайт, заходите на группу ВКонтакте, друзья мои. И ждите новые выпуски. Всем пока.